В Доме правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Татнефтехиминвестхолдинг». Участие в мероприятии приняли глава Татарстана Рустам Миниханов, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, президент Российской Академии наук Геннадий Красников и вице-президент РАН Степан Калмыков. Казанский федеральный университет представил ректор вуза Ленар Сафин. Красников отметил высокий научно-технический потенциал Республики Татарстан за счет плотной работы правительства и научного сообщества. Конечно, сегодня мы должны несколько по-другому подходить к решению задач. И самое главное, я здесь вижу, именно как раз такая синергетическая работа между учеными, Академией наук, промышленностью, для того, чтобы весь потенциал, который у нас накоплен, его как можно быстрее мы могли внедрять в нашу экономию. В ходе заседания также был представлен доклад Казанского федерального университета о гомогенных катализаторах крекинга. Ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Алексей Вахин отметил, что разработанные в Казанском университете катализаторы уже успешно применяются на Альшичинском месторождении Татнефти и кубинском нефтепромысле Бока-Дохорука. Процесс позволяет значительно снизить вязкость нефти уже в пласте, и это позволяет повысить дебет скважины, а в добытой нефти еще и снижается содержание серы. В завершении заседания состоялось подписание соглашения о научно-техническом и технологическом сотрудничестве между Республикой Татарстан и Российской Академией наук. Подписи под документом поставили Рустам Миниханов и Геннадий Красников. После заседания президент Российской Академии наук Геннадий Красников и вице-президент Российской Академии наук Степан Калмыков с экскурсией посетили Казанский федеральный университет. Гостей сопровождали ректор Казанского университета Ленар Сафин и первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Гости посетили музей истории КФУ, а далее стороны отправились в Голубой зал, где обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между ВУЗом и Академией наук. Адалина Амдрахманова, Ленар Гизатулин, Универ Ньюс.